Значит, Лука, 13 глава. Готовы, да? Меня тут очень заинтересовал стих, который записан под номером, по-моему, 23. Сейчас я скажу, да. Он записан под номером 23. Он звучит так. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? И вот он сказал им в ответ. И что он сказал, мы потом, может быть, коснемся этого. Но меня поразил сам вопрос. Господи, неужели мало спасающихся? Какой-то тревожный вопрос. И вообще, если вы посмотрите, что было до того, то вы, в принципе, не увидите такого предпосылок для этого вопроса. Откуда он вообще взялся? Почему? Этот вопрос заслуживает внимания. Почему? Потому что задали его не какие-нибудь неверующие или какие-нибудь грешники, задали его в Израиле, задал его израильтянин, живущий. Вы должны понимать, что такое Израиль, по крайней мере, не сегодняшний Израиль. Сегодняшний Израиль – это тот Израиль, который все ходили в Синабову. Тот Израиль, который все как-то верили в Бога. Они все тоже как-то, но исполняли закон. Почему? Потому что тогда человек, который был отлучен от Синагоги, он был как изгой. Поэтому они боялись исповедовать. Они поверили в Иисуса Христа, помните, там сказано? Но не исповедовали. Они уже боялись быть отлученным. То есть отлучен... То есть сегодня, ты скажи, израильтянин, да они там, у них там марш этих гомососуалистов устраивают в Иерусалиме. Их это интересует Синагога? Это уже не тот Израиль, понимаете? Поэтому израильтянин спрашивает Иисуса Христа вопрос, неужели мало спасающихся? Это то же самое, что сегодня христианин, который постоянно приходит в церковь. Это то же самое как бы. И спрашивает, неужели мало спасающихся? Это, в принципе, спрашивает верующий человек его. Они были в недоумении, что вообще, может быть, вообще сам по себе вопрос, его природа, она очень какая-то такая как бы alarming. И разве мы не все ходим в Синагогу, разве не все соблюдаем, скажем, какую-то там кошерную пищу или там, я не знаю, ну, соблюдая что-то там. А почему, собственно, возникает такой вопрос? Мы соблюдаем шабаты. Ну, и, в принципе, этот вопрос, он актуален для нас сегодня, потому что я уже сказал, что Израиль тот, и сегодня, скажем, христианская комьюнити, скажем, та же Америка, которая, ну, по идее считалась, или, по крайней мере, до недавнего времени считалась чистой христианской страной, где все как-то отмечают какой-нибудь христианский праздник, и христиане, я не знаю. И потом говорит, неужели мало спасающихся? Почему такой вопрос возникает? Потому что люди сами себе создают критерии спасения. У Бога есть критерий спасения. И мы знаем, что этот критерий спасения является твоя личная вера в Сына Божьего, который умер за твои грехи. Вот это критерий. Но люди, понимаете, люди создают свои собственные критерии, и потом, когда пришел Сын Божий, и Он говорит какие-то вещи, которые для них, мол, что Он такое говорит, то у них возникают какие-то вот тревожные вопросы. Неужели мало спасающихся? Ну, сам вопрос по себе нетипичный для еврейской аудитории, для израильской аудитории. Почему? Потому что многие думают, и вы можете сегодня тоже встретить среди евреев людей, которые думали, что, well, я из Израиля, я израильтянин, я из еврейского народа, и у меня там такого-то колена, и показывают все твои родословные, мол, I'm ok, я автоматически спасен. То есть это тебе нужно волноваться, ты там какой-нибудь француз, там швед или там кто-нибудь не еврей, тебе нужно стараться. Для евреев это не проблема. Еврей родился еврей, он уже спасен. Они говорят, я потомок Авраама. То есть I'm done. То есть мне не надо ни о чем думать. И даже апостолы, если вы посмотрите, апостолы и ученики в первой церкви, когда они тогда, язычники, стали делать первые шаги к Богу, они говорят, неужели ты ходил к язычникам? Так что, неужели язычники тоже Бог хочет спасти? То есть для них это было непонятно. Неужели Бог хочет? И когда Петр им тогда все рассказал, что он ходил к Корнилию тогда, и что там было, так они говорят, наверное, все-таки Бог хочет язычников тоже спасти. То есть для них это было как, это было какой-то revelation, понимаешь? То есть это только мы для спасения. И поэтому, когда израильтянин спрашивает, неужели мало спасающийся он себя, он израильтян имеет в виду. И поэтому этот вопрос нетипичный. Павел, конечно, опровергает эту позицию, что, мол, евреи автоматически спасили. Он ее, в общем-то, на ней камня на камне не оставляет. Вы можете посмотреть там в римляне, в римляне в 9 главе, нет, в 3 главе он начинает, я, может, своими словами, не помню, у нас есть римляне в 3 главе, он говорит, какое преимущество иудеев? Помните, там спрашивают сразу, какое есть преимущество иудеев? Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза? То есть, вот. И потом отвечает, великое преимущество быть иудеем, ты понимаешь? Великое преимущество во всех отношениях. Это римляне. А самое главное в чем? Что им было верено, что слово Божие. Никому не было верено слово Божие, только им. Никому Бог не открылся, только им. Это преимущество? Ну, конечно, преимущество. Бог им открыл слово, в котором он показал, кто он есть. И он открыл им пути. Он с ними заключил завет. Ни с кем больше. Преимущество есть? Конечно, есть. Ну, значит, все, I'm fine, а вы нет. Павел говорит, ну, Павел рассуждает дальше. Он говорит, ну, хорошо, если вы оказались неверны, вы же оказались, вам было верено слово Божие на Иудеи? Верено. Вы его сохранили? Нет. Значит, вы оказались кто? Грешные. И потом он повторяет этот же вопрос, по-моему, в 9 главе. Миша, в 9 стихе. Подними, пожалуйста, туда. И вот он говорит, итак, что же, имеем ли мы преимущество? И что он говорит теперь? Оказывается, нет преимущества. Почему? Потому что, ну, вам же дали, да, но вы же не сохранили. И вы, как другие народы, они безбожники, так и вы, имея Бога, вы его не сохранили. И теперь, где твое преимущество? Нету, нисколько. Потому что, как иудеи, так и элины, все оказались грешные. Понимаешь? То есть, Павел, он тут с ними разбирается быстро. Потом они говорят, что мы потомки Авраама. А вы нет. Это преимущество. Ну, хорошо, он это тоже касается этого. И вот он говорит, скажем, по-моему, это в 9 главе. В 9 главе, Миша, ага, вот. И тут он в каком стихе? Я помню, 6 стих он говорит. Да, то есть, те израильтян, которым, смотрите, израильтянам было дано, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование. Их отцы, отцы Таврам, Исаак, Иаков. Их и Христос. Христос родился по плоти из колена иуды, да? Сущий над всеми Бог. Видишь, это одно из тех мест, где Христос назван Богом. Не просто Сын Бога, потому что некоторые думают, что Он просто, что Он не Бог. Вот. И тут же Он говорит следующее, что не все те израильтяне, которые от Израиля, то есть, не все те израильтяне в Божьем, не все те израильтяне, которые родились по плоти. И вот Он объясняет, что не все дети, говорит, я есть сын Авраама, я есть потомок Авраама. Да, ты есть потомок Авраама, но не значит, что ты есть сын Авраама. Понимаешь? Не все дети Авраама, которые от семени его. Только потому, что у Авраама было еще семя кто? Был еще второй сын. Как его звали? Там Исаак и Измаил, да? Дети Измаила, и Измаил это не есть, он есть потомок семя, но он не есть child of Abraham, с точки зрения Бога. Почему? Потому что это не есть сын обетования. Окей? То есть, и вот восьмой стих самый. То есть, не плотские дети, суть дети Божьи. Поэтому те иудеи, которые думают, что я спасен только потому, что я иудей, им нужно почитать римляне, 9 главу. Еще раз, не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования. Поэтому обетование, что было в семени твоем благословятся все народы. Когда Бог сказал в семени, Он не говорил во многих. В одном семени, которое есть кто? Христос. Значит, в семени твоем благословятся. Поэтому, кто принимает сына, кто принимает это семя, как своего спасителя, тот есть, он пришел к своим, его не приняли. А кто принял, что? Им дана власть, называться чадами Божьими. The child of God. Это только к евреям относится? Ко всем правильно. Поэтому неужели мало спасающихся? То есть, это не проходит, эта тема. Но этот вопрос ко Христу был спровоцирован в самом начале главы. Давайте мы посмотрим самое начало главы, 13-е от Луки. Он все-таки появился не на голом месте. В самом начале главы, 13-е, они пришли и рассказали, что вот там Пилат кого-то там буквально казнил. Каких-то галиньян. Галилеян. Он говорит, а вы что, думаете, что они были хуже, чем вы? Там дальше написано. Говорит, нет. И потом он говорит такую фразу. Ну, говорю вам, если не покаетесь, то все, все так же погибнете. И потом он то же самое говорит. Там какая-то башня была и упала, и убила 18 человек. А вы что, думаете, что они были хуже, чем все остальные, чем вы? Они были виновнее? Нет. Но если не покаетесь, то же самое. Все так же погибнут. Значит, он говорит израильтянам, что вы можете погибнуть. И для того, чтобы не погибнуть, это был всего лишь пример. Бог часто в Библии дает пример. Он поразил Содом и Камору, написанного у Петра, чтобы был пример будущим нечестивцам. Это пример. Вот эти вот люди, которые погибли, он говорит, они такие, как вы. Ну, так мы Бога, они we can't question God, почему они. Ну, это Бог делает, и это нас с вами не касается. Ответа не будет на этот вопрос. Но нужно акцентироваться на том, что он сказал, что если не покаетесь, он два раза повторил, два раза, то все так же погибнете. И поэтому вопрос этот сам по себе, он тревожный. Неужели мало спасающихся? И чтобы не погибнуть, что нужно делать? А чтобы не погибнуть, оказывается, нужно покаяться. И если мы будем дальше читать, то мы увидим, в чем, собственно, нужно покаяться. И вот это вот моя, в принципе, основная тема. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградаре, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. И обратите внимание вот это вот фраза. А чего она вообще? Она занимает, она место занимает, она землю занимает. Сруби ее, то есть погуби ее, умертви ее. Она погибнет. Если она не принесет плод, она погибнет. Это сразу после того, как он говорит про что? Про покаяние. Но он сказал ему, и вот милость Божия, долготерпение Божие, милость Божия. Ну, этот просит его, как бы этот садовник или кто там, как бы ходатай просит его. Ну, он говорит, ну дай, говорит, еще остави ее на этот год. Пока я окопаю и обложу навозы, не принесет ли плода? Если же нет, если нет, то умертвишь ее, погубишь ее, срубишь ее. Это называется по-английски, есть такая фраза, может быть, вы слышали «to live on borrowed time». Он сказал, уже, говорит, сруби ее, седьмой стих, хватит уже, она ничего не дает. Он говорит, оставь ее еще на год, то есть borrow time. Borrow time – это когда человек живет, тогда, когда он уже, в принципе, не должен жить. Когда, например, у человека, у него смертельный диагноз, и он уже умирает, и потом он продолжает жить. Но врачи говорят, в принципе, у тебя еще жить месяц. Ну, такой болезнь страшная какая-то. А он живет, скажем, три месяца. То есть, он пару месяцев живет, он borrowed time. И вот он, пришло время этой смоковницы, потому что она не оправдала себя. Она занимает место. Она занимает место. А вы не про смоковник думаете. Речь идет о человеке, о тебе и обо мне. Понимаешь, о смоковнице. Бог же не о смоковнице думает. Но он говорит, let's borrow another year. Но если не принесет, если она не оправдает никаких expectations, то мы ее срубим. То есть, ну, у меня даже не в этом смысл. В чем, собственно, нужно покаяться? Он говорит, если вы все так же погибнете, если не покаетесь. И тут же он объясняет, дает эту притчу. И он дает притча, называется, о бесплодной смоковнице. Есть жизнь. Она посажена, она занимает место. На нее какие-то потрачены силы. Ее там обкладывали навозами или удобрениями. Что-то делали. Она занимает место. То есть, какие-то расходы. Она что-то... И она ничего не дает in return. И она не дает ничего тому, кто посадил ее. Она не дает, приносит никакой пользы. И если так, то она погибает. И вы, говорит, все так погибнете, если не покаетесь. Итак, в чем же нужно каяться? Каяться нужно в бесплодной, сувидной жизни, которую мы унаследовали от отцов. Это маленькая версия Иоанна 15 главы. Всякую у меня. Видите? Не просто вет. Всякую у меня. То есть, на нем есть вет. Я все. Я уже привился к все. Всякую у меня вет, не приносящую плода, отец срубает. То есть, можешь быть и на нем, и в нем, но цель Бога даже не ты, а цель, чтобы ты и я были Богу угодны. Чтобы, если нет вот этих вот вещей, то в этом нужно каяться. В чем нужно каяться? В бесплодной, пустой, совершенно бесполезной с точки зрения Бога жизни. Я вот читаю, я молюсь. А что собственному Богу толку от того, что ты читаешь и молишься? Это то же самое, что ты кушаешь все время. Да, но еда – это же не деятельность. Ты кушаешь для жизни, ты не живешь, чтобы есть. Правильно? Вот я читаю, вот я знаю Писание, вот я молюсь, я хожу. Это же не плод. Плод – это какая-то деятельность по воле Бога. Ты должен плиз дать. Ты читаешь Библию, ты правильно делаешь, что ты читаешь Библию. Ты читаешь Библию, ты изучаешь Писание, чтобы знать, что угодно Богу. А когда ты знаешь, что угодно Богу, do it. Вот такого, такую смоковницу срубать не будут. В это нужно проглотить. Почему? Потому что человек, он в силу своей испорченной природы, он не так смотрит. То, что Христос человек так не рассуждает. Это мы просто читаем Писание и рассуждаем то, что он сказал. Но когда речь идет о моей жизни, о моем мышлении, мы же так не рассуждаем. У нас же нет такого понятия, мы же не задаем себе вопрос, а вообще, я на этой земле занимаю место напрасно или нет? Мы же так ни то себя не спрашиваем. Я живу, и это моя жизнь, и все. Понимаешь? Я хозяин здесь. Я здесь хозяин. А если я купил еще кусок земли там, акров 10, я по ней хожу. Тут захочу, тут стол вобью, тут посажу. И кто мне там что-то скажет? Я такси плачу. Я тут, понимаешь? Как на выходоносах. Не я ли построил этот великий город своей мудростью? Понимаешь? И там сказано, что когда еще слово было в устах, его голос к нему был. Отнимается от тебя царство. Царек. И все. И будь здоров. И будешь жить со скотом, пока не дойдет до тебя, что есть некто над тобой, который царей ставит, а других. То есть, понимаешь? Но человек же так не рассуждает. Вот я никогда не слышал, что человек кто-нибудь спросил, а может быть, я в этой жизни просто занимаю место в этой жизни, и толку от меня никакого нет. Люди так не рассуждают. Почему? Не потому, что они там... А просто это результат испорченного грехом мышления. И что это? Какое это мышление? Мышление такое, что я имею право. Я здесь появился, потому что вот я пришел в эту жизнь, и я здесь, собственно... А если он еще там и зарабатывает, и он там хозяин, и он там еще какой-нибудь там провайдер, если он... Так, ого, там такая... Он стоит, как... Хорошо стоит. И вот Господь им и говорит, если ты не покаешься, он говорит, а в чем мне, собственно, нужно каяться? Вот, я в церковь хожу, я тружусь, я то... И он, человек, начинает перечислять то же самое, как эта смоковница, которая говорит, смотри, какая у меня листва, смотри, какая высота, смотри, там, ну, что там ценится в дереве, я не знаю, смотри, какая... Смоковница начинает говорить садовнику, показывать свою внешность, какие-то там атрибуты дерева, которая... которая смоковница... Садовнику, в принципе, до лампочки, потому что садовник от нее ждет только одного. Ты можешь вообще быть плюгавенькая какая-то. Что меня интересует? Плод, которого нет. Понимаешь? И Христос уже проклял там одну смоковницу. Но, оказывается, с точки зрения Бога, человек... Слушайте, человек... Вот это вот надо нам местить. Человек, который не угоден Богу и не служит Богу, и не... Не то, что служит, который не угождает Богу, не делает Богу угодно, с точки зрения Бога, он просто занимает место на этой земле. Она место занимает. Я ее уберу, и я посажу что-нибудь другое. Это то же самое. И ты скажешь, как это так? Я же не какой-то там стебелек, я же человек, я же... рассуждаю, у меня положение в обществе. Вот именно, положение у тебя в обществе. Но перед Богом твое положение, что оно есть и что его нет, это то же самое. Легче пустоты. Перед Богом не только ты или я, перед Богом все люди вместе. Это легче пустоты. Как пар, который вот сейчас он есть, а через секунду его нет. Вот это вот человек. Это так вот Писание смотрит на человека. И человеку никогда не приходит в голову, что он может просто... Вот то же самое, что ты вот, например, посадил, у тебя есть какая-то грядка, ты туда посадила что-нибудь такое, я не знаю, и что-то ничего не растет. Один год не растет, второй год не растет, но не растет. Что ты будешь делать с этим? Что ты будешь делать с этим участком? Вот с тем, что ты будешь делать? Вот tell me. Уберешь это и посадишь что-нибудь, Друг, совершенно верно. И вот тебе этот стебелек говорит, «Ну как это так? Так я же... Посмотри, что ты так, лишь само и так обращаешься?» It's ridiculous. Так вот точно так же вот это и вот здесь вот. Мы Богу говорим, вот я. И вот когда мы Богом переходим, переходим к Богу вот с таким вот attitude, он говорит, что? Кто говорит здесь, как этот пришел, когда Бог пришел к Киеву или кому-то, кто-то здесь говорит, который говорит, смущает своими речами, то есть, you make no sense. здесь вообще. Поэтому надо перестраивать мысли свои. Твоя задача исследовать и моя задача исследовать свою жизнь. И не надо утешать себя такими атрибутами, какое есть у дерева, что вот высокое дерево, высокий кедр, там какой-то такой. No. Это все на весах. Всегда нужно взвешивать себя и то, что ты делаешь на весах Божьи. Что мы делаем? Мы вот ходим в церковь и мы что-то там делаем или посещаем, я не знаю, что-нибудь там делаем, и мы вот смотрим, понимаешь, и мы вот кладем свою деятельность и себя вот на весы. Но мы, как правило, себя кладем на весы человеческие. И мы говорим, вот я вот здесь имею вид, имею вес какой-то, понимаешь? Да, но ты же положил себя на весы человеческие, которые тебе же не человек будет судить, или же там сказано, что был взвешен и найден был очень легким. И вот эта смоковница, которая, может быть, имела какой-то вес перед другими смоковницами, перед другими деревьями, она, оказывается, не имеет никакого веса перед Богом и вопрос в том, что она погибнет. Если что, если не покается? И вот возникает вопрос. Речь идет христианской комьюнити, верующей комьюнити, так называемой. И вот звучит вопрос. Господи, отсюда, не с этих, не с таких-нибудь там ресторанов, где пьяница собирается, а речь идет, звучит вопрос к Богу из этой верующей комьюнити. И вопрос звучит, Господи, неужели мало спасающихся? Вот в чем вопрос. И Господь говорит, что вот ты видишь, вот пример. если ты не... А что такое покаяние? Покаяние – это не просто сказать. Мы уже говорили много раз о покаянии. Покаяние – это перемена мыслей, перемена мышления. Ты должен поменять свое мышление. Потому что ты не можешь действовать по-новому, если ты мыслишь по-старому. И вот все начинается с этого. Перемена мышления. Обновление мышления должно быть. И поэтому, я уже вам процитировал местописание, что Христос нас выкупил... Когда я первый раз читал этот стих, он меня, в общем-то, поразил. Как это так? Кровь Иисуса Христа нас выкупил от суета и жизни. Что и, собственно, такого? Оказывается, это серьезное дело. Что такое суетная жизнь? Это у Петра написано в первой губе. Это бесполезная жизнь. Опять-таки, не надо критерий суетной, бесполезной жизни. Ведь Экклесиас, например, он тоже говорит, суета... Это был верующий? Ну, конечно, он все о Боге, о Боге, все там, все, Бог, Бог. Ну и чем это все кончилось? Кончилось тем, что он постоянно говорил о суете. И чем он только не занимался, что он только не делал, какие только дела он не предпринимал. И все оказалось, что это суета, что это chasing the wind. Это все. It's nothing. Так вот, именно из этой суетной, бесполезной Богу жизнью Иисус Христос нас выкупил своей кровью. Что еще человек не может вместить, что человек появился в эту жизнь не случайно. Он появился здесь не случайно. Он появился с одной целью. Только. Не быть счастливым, не иметь большую семью, не иметь много детей, там, и сделать карьеру, быть каким-то там, бороздить просторы вселенной. Не для этого появился человек. Человек появился с целью только одной. Быть угодным Богу и угождать ему. Вот это его цель. Если ты угождаешь Богу как космонавт, угождаешь. Если ты Бога угождаешь как хоккеист, хорошо. Как мать, которая воспитывает многих детей, тоже хорошо. Но что бы ты ни делал или не делала, это все подчинено только одной цели. Если человек выдающийся в обществе и вся его деятельность, которая там буквально везде, но при этом он это все не содержит Бога в разуме, это не для Бога, то это он занимает место в этой жизни. И вот это нам нужно вместить. Это то же самое, как ты посадил растение, которое тебе не дает там какой-нибудь плод, и ты его вырываешь. Какое оно там ни было красивое, какое оно ни было там душистое, тебе нужен плод, период. И тут ничего сложного нет, но мы не можем это усвоить. Что мешает человеку приносить Богу плод? Тут все очень просто. Человеку приносить Богу плод мешает желание и стремление жить для себя. Когда человек живет для себя, он не живет для Бога. Это может относиться к спортсмену, это может относиться к пастору церкви. В одинаковой степени. Я верующий, ну и что? Ну там же сказано в филиппийцах, что все они, каждый ищет своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. Это во второй главе написано. Этот артист или спортсмен, он ищет славы, и он пошел и сделал карьеру спортсмена и артиста. Хорошо? Хорошо. И что будет с ним в конце? Это погибнет, если не покажется. Почему? Потому что бесплодная смоковница, бесплодная, суетная жизнь. Да, но я же столько сделал для человечества. Но это не имеет никакого значения. Ты должен быть угоден Богу. Только. И вот пастор, служитель, апостол, я не знаю кто там, епископ, он тоже это делает для из... Ничего не делайте из тщеславия. А он делает это из тщеславия. Чем он отличается от этого артиста? Ничего. Просто у него род деятельности другой. И вы должны это... Вы должны это видеть. Вы должны это понимать. В первую очередь, вы должны это в себе смотреть. А второе, вы должны видеть и сенс, и различать. И вот я на эту тему говорил очень много лет вам. Это и есть душевное и духовное. Доброе и злое. Божье и человеческое. Мирское и небесное. Вот это вот надо различать. Эти вещи внутренние. И... В первую очередь, нужно опять-таки за собой следить. Но в принципе, потом уже надо уже и смотреть, что вокруг тебя происходит. Ну, что еще? Как помочь еще решить этот вопрос? Например, когда, например... Я сейчас в основном говорю о верующих людях и о верующей христианской деятельности. Потому что, когда вы приходите в церковь, церковь... Ну, церковь... Не все же такие церкви, как мы. Есть церкви, которые очень активные, понимаете, которые ищут, делать хотят, в общем-то, хорошие вещи хотят. Это мы такие с вами так все рассуждаем в основном. Рассуждаем. Ну, надо же еще что-то делать. Надо идти куда-то там что-то делать, спасать, что-то помогать. Голодному нужно накормить, голову нужно одеть. То есть, такие вещи тоже надо делать. Вот. И вы, когда можете столкнуться, что церковь, она пытается что-то делать. Что-то делать. И хорошо. Если кто-то хочет это делать, то это хорошо. Вот. И возникает вопрос, как это сделать? Как вот нам сделать вот это? Как вот нам вот спасти молодежь? Как вот нам... То есть, возникает вопрос, и как что-то сделать? Хорошо это? Хорошо. Хорошо. Но не с этого вопроса нужно начинать. Начинается не как что-то сделать, а первый вопрос, который вы должны задать себе, для чего ты это, и какой твой мотив, что тебя мотивирует делать то, что ты делаешь? Почему? Потому что... Ну, вы уже поняли, почему. Мы уже это касаемся. Потому что люди делают, делают, но с неправильными мотивами. И это не зачитывается. И это все опять человеческое, и это все не имеет веса, и это все обман, и люди обманывают себя. Вот этот вопрос нужно обязательно задавать. Но люди начинают негаушиать, спорить и даже ругаются. Почему? Из-за чего? Из-за того, что они делают по-разному одни и те же вещи. Например, вот я ем мясо, а ты не ешь. И вот у нас с тобой возникает ссора. А я, например, соблюдаю вот этот день, а этот я к этому дню отношусь спокойно, а к этому дню я у меня его... А ты ко всем дням относишься одинаково. Помните такое написано временно, да? И вот из-за того, что как нужно делать и что нужно делать, люди начинают расходиться. И вот даже вот эта вот история с этой прививкой, вот с этим всяким вирусом, она же, в общем-то, расколола, разъединяет людей, у которых один Бог, одно крещение, одна вера. Но это же не годится, когда духовных людей разделяет плотские вещи. Это хорошо или плохо? Плохо это. Но там так сказано. Павел там дальше следующее говорит. Он говорит, что если кто различает дни, тот что? Тот для Бога различает. Правильно? А один не различает дни, он что? Тоже для Бога не различает. Поэтому я говорю, не важно, что ты делаешь, а важно для чего или для кого ты делаешь. Поэтому если ты делаешь, если ты идешь налево, но для Бога, а я иду направо, тоже для Бога, так мы едины или да, или нет? Едины. Почему? Потому что хоть мы идем в разные направления, но у нас цель одна, вера одна, мотив один. Ты делаешь, что мы делаем, люди, мы акцентируем внимание не на мотив, а что ты делаешь и что я делаю. И потому что ты делаешь не так, как я понимаю, а я делаю не то, что ты понимаешь и так далее, то у нас возникают трещины. И это говорит только о том, что мы не понимаем. Это говорит о том, что и тот, и другой делают для собственных мотивов. И вот это вот уже проблема. И поэтому возникает разный... Как вы думаете, возникают разные учения? Как вы думаете, возникают разные... Это что? Это же тоже все человеческое. Почему? Потому что не хотят вот в таком плане. Поэтому человек, вопрос должен быть первый и самый главный. Для чего ты живешь? Не как мне нужно жить. И тот человек говорит, что мне нужно делать? Как мне нужно жить? И вот он начинает, надо тебе в этот институт поступить, в эту работу устроиться, это надо делать, это надо делать. Но это все неправильно. Вопрос нужно задать, для чего ты собираешься жить? Вообще, для чего ты живешь? Этот вопрос люди часто задают? Нет. Люди задают вопрос... А, вот, вопрос, для чего человек живет. Кто-то скажет, это философия. Нет, это не философия. Это не философия. Этот вопрос будет кардинально влиять на твою веру. Этот вопрос будет кардинально влиять на твое хождение с Богом. Потому что Павел сказал, ничего не делайте по тщеславию. Да, но я же могу столько сделать. Ты это делаешь, ты исследуй сначала твой мотив. Для чего ты это делаешь? Я это делаю, ну, чтобы как-то... Если кто-то хочет епископство, пастором быть епископом, тот хорошего дела хочет. Понимаешь? Но Павел рассуждает из того, что он хочет быть епископом, кто-то хочет быть епископом из соображения, что он просто хочет serve God. И он хорошего желает, и он хорошего делает, и пусть Господь ему поможет. Но может быть, кто-то... Там написано, что там бы есть какой-то там, где Треф или как его звали, который что? Любит первенствовать. И когда пришел Иоанн, Иоанн, апостол Иоанн туда, то он не пустил его, и всех учеников не пускал. Он Иоанна не пустил. Почему? Потому что он любит первенствовать. Значит, какой у него мотив? Пришел ученик Иисуса Христа. Ну, так что? Значит, что нужно делать? Нужно всем закрыть рты и слушать, что он говорит. Вот что нужно делать. Так он его не пустил. Почему? Потому что у него self-ambition. Потому что придет Иоанн, и уже будет все внимание на Иоанна, а не этого Диатрифа. Ну, так это что это такое? Это верующий человек, это он занимает какое-то место в церкви, причем первенствует. Первый человек, лидер церкви. И он he is serving God, he is not serving God. И сегодня Диатрифы эти есть. И я хочу, чтобы вы их видели. Вы должны их видеть. Мало того, вы должны смотреть сами, если появляется желание что-то сделать, если предлагает что-то сделать, значит, посмотри. Окей, я могу помочь, но вообще не что, а первый вопрос, для чего ты это делаешь. Вот. И вот в этом нужно, и поэтому вот эти вопросы, они возникают, вот этот вопрос возник, что меня поразило, что этот вопрос возник, вышел к Иисусу Христу из христиан, из верующей комьюнити. Это вопрос не от блудника, не от фарисея, не от этих людей, не от блудницы. Этот вопрос пришел к нему от человека, который, видимо, ходил, слушал, я не знаю конкретно. И это хорошо, что этот вопрос возник. Потому что он, у человека, который самоправедный, который влюблен в себя и влюблен в свою праведность, он у него такое даже, мы же, не может такого быть, что я был не спасен. Очень даже может быть. Потому что, если ты служишь Богу, для собственных целей, то, во-первых, ты не служишь Богу. И вот в этом нужно, и что бы ты ни делал для Бога, что бы ты ни делал, в этом всем нужно покаяться. Это вам никого не напоминает из Писания? Правильно. Эфесская церковь. Там список дел, которому только можно позавидовать. ни одного там ничего такого, там только можно позавидовать, как говорится. И вдруг ни с того, ни с сего Христос говорит, покайся во всем. Если не покаешься, то я сдвину светильник твой. Так это для Бога было или нет? Нет. А почему? Потому что это было из любви к Богу? Нет. Тут сказано, что ты оставил любовь. Первую любовь оставил. Значит, а чего ты тогда это делаешь? Эти дела сделаны были для Иисуса Христа? Нет. Если бы эти дела были для Иисуса Христа, Он бы никогда не сказал ему покаяться. Значит, и Христос это уже не цель, потому что это не первая любовь. А первая любовь просто так, любовь уходит на второе место только тогда, когда что-то другое приходит на первое место. Так что, Ефесская церковь, у тебя есть первая любовь? Именно ради этого ты эти дела делаешь. И какие бы ни ни были прекрасные дела, нужно покаяться, иначе погибли. Как? С такими делами? А вы что, не помните, что сказано, что мы воскрешали, что мы исцеляли, что мы проповедовали, что мы делали чудеса? Говорят, ну, никогда я не знал вообще, кто вы такие. А что плохие? Дело не в делах. Дело природы – дело. Дело в том, какова природа этого дела. Какой дух, какой мотив. А мотив должен быть один. Это должен быть для Бога. Должен быть для Бога. Потому что, если это не для Бога, то это, в этом нужно покаяться, чтобы не погибнуть. Потому что, как вот этот артист, который живет мирской жизнью, живет для себя, погибнет, так и вот этот вот деятель христианский погибнет после стольких лет трудов, потому что это все для себя сделано. Поэтому вопрос вышел от верующего человека и вопрос актуальный, актуальный, вопрос очень серьезный, в смысле он актуальный и для нас. и мы должны, чтобы он как бы стоял у нас перед глазами. Ну, а когда ему задали такой вопрос, Христос сказал, что на него ответил. И вот мы на эту тему, что он ответил, и что его ответ, мы будем уже разбирать в следующий раз. Но он сказал, на что он обратил внимание? Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ну, и вот в свете того, что мы сегодня говорили, вы понимаете, что почему врата должны быть тесные уже. Что не должно войти туда. Потому что туда не войдет. И когда я говорю на эту тему, или рассуждаю на эту тему, я вспоминаю книгу, которую я прочел в самом начале. Вы ее тоже знаете хорошо. «Пробуждение начинается с меня». Известная книга. Я ничего не помню, кроме одного, что пастор после 12 лет служения, ну, хороший пастор был, он вдруг покаялся во всем, что он делал. Я даже, когда ее читал тогда, может быть, 30 лет назад, даже думаю, что почему. А сейчас я понимаю, почему. Сейчас я его прекрасно понимаю. И слава Богу за него. Пастор, 12 лет труда, причем такого труда. И он покаялся. Остарил это все. То же самое было с Иовом, который был праведник, который, не то что там, это же никакой негодяй, это же Иов такого. Бог сказал дьяволу, что второго такого нет. И что? Отрекаясь от всего. покаялся, чтобы не погибнуть, праведник. Потому что это не та праведность. Праведность нам нужна Божья, а не человеческая.